Соперники начали встречу достаточно осторожно, стараясь вести к минимуму ошибки у своих ворот. Однако полностью их избежать не удалось, и хозяева смогли открыть счет на 15-й минуте при игре 4 на 4. Во втором периоде «Алмаз» реализовал численное большинство. Хоккеисты первой пятерки вывели Вадима Кудака уже на пустые ворота, и защитник Череповчан поразил цель. На 35-й минуте встречи забивает Даниил Вовченко, выводя «Алмаз» вперед. Однако лидерство было недолгим. Спустя всего две минуты Даниил Воеводин реализует первое большинство уже «Реактора», и счет сравнивается 2-2. В заключительной трети основного времени матча соперники снова обменялись голами. На точный бросок Никиты Лощенко очередным реализованным большинством ответил Игорь Угольников. В основное время ничья 3-3, так же, как и по итогам дополнительной 10-ти минутки. В булитной серии череповецкие нападающие переиграть голкипера «Реактора» не смогли ни разу. А единственным результативным и победным броском отметился капитан хозяев льда Рафаэль Бекмулин. 4-3 – первая победа «Реактора». Главный показатель в хоккее – созданный момент. Здесь приблизительное равенство. На два момента мы побольше всего создали. Команда соперника. Там есть мастеровитые ребята. Мне может, наверное, кажется, там кудак совсем с поля не уходил. Молодец, он катался. Мы оказались немножко не готовы к тому движению, которое предложил соперник нам. К тем скоростям. Поэтому полностью провалили первый период. Тяжело. Корабкались во втором. Ну, по движению еще не проиграли. Просто мы всю игру. Сегодня в Нижнекамске второй матч серии, которая длится до трех побед одной из команд. Владимир Сентябрев. Новости. Редактор субтитров. Продолжение следует...